Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и мы продолжаем наши опыты со шлангом. В прошлом ролике мы задавали вопрос про высоту струи, бьющей из тонкой насадки на толстой шланге. И давайте воспроизведем этот опыт еще раз. Я поднимаю бутылку и высота струя бьет почти до уровня воды в бутылке. Ну и некоторые зрители писали о том, что можно сделать высоту струи сколь угодно большой, потому что каждый раз через сечение шланга прокачивается одно и то же количество воды. Ну и значит, если мы делаем очень тонкую насадку, то скорость струи будет очень большой и она поднимется сколь угодно высоко. Но это не так. Дело в том, что по закону сохранения энергии вода не может подняться выше уровня воды в бутылке. А если бы она поднялась, то мы могли бы придумать такое устройство, при котором вода самотеком поднималась бы все выше и выше и выше. Но такого не может быть. А теперь сделаем опыт с толстой трубкой. Я вынул насадку, поднимаю бутылку и струя бьет на совсем небольшую высоту. Это значит, что вода не разгоняется до высокой скорости. И происходит это потому, что вода это вязкая жидкость, и она тормозится внутри этой трубки. Но возникает вопрос, а почему она не тормозилась, когда в трубку был вставлен насадок? Дело в том, что вода ускорялась в основном в насадке, а в трубке она двигалась очень медленно. И поэтому потери на трение были невелики. Кстати, о том, как изготовить хорошее сопло. Возьмем полиэтиленовую или силиконовую трубку и равномерно разогреем ее над пламенем свечки. А потом потянем за концы, делая это достаточно медленно. И когда трубка остынет, разрежем ее бритвой пополам. У нас получится два отличных сопла. Я должен сказать, что многие наши зрители совершенно правильно объяснили предыдущие опыты. И мы этому очень рады. И поэтому предлагаем вам еще один более интересный опыт. Сейчас в широкую трубку снова вставлен узкий насадок. Я поднимаю его высоко и пережимаю выходное отверстие. А теперь меняем местами бутылку и насадок. И теперь отпускаю, и струя бьет очень высоко, гораздо выше уровня воды в бутылке. Но как же это возможно? Неужели закон сохранения энергии не выполняется? В чем же здесь дело? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова